Итак, свершилось. На самом высшем уровне решено распечатать кубышку и начать инвестировать средства ФНБ. Президент Путин дал поручение правительству подготовить в течение месяца список из конкретных проектов. Кто же победит в битве за финансовые потоки, либералы или государственники? Фонд национального благосостояния появился в 2008 году на руинах стабфонда, который был разделен на две части, а резервный фонд оказался почти полностью исчерпанным в 2018. ФНБ представляет собой составную часть механизма пенсионного обеспечения граждан на дальнюю перспективу. Формируется он за счет отсечения сверхдоходов федерального бюджета от продажи продукции нефтегазового комплекса, а также доходов, получаемых от управления собственных средств фонда. Последние на 80% размещены на счетах Центрального банка РФ, остальные 20% в иных активах. Это огромные деньги, исчисляемые триллионами рублей. Многие независимые эксперты и аналитики неоднократно указывали на то, что средства фонда следует вложить в реальный сектор российской экономики. Однако на пути этих планов стояло правило о том, что инвестиции возможны только после превышения ликвидной частью ФНБ 7% от ВВП страны. Соответственно, оперировать в любом случае придется только теми суммами, что превышают этот порог. И вот еще в 2020 году он был преодолен, но деньги в экономику так и не пошли. Причиной стала яростная подковерная схватка за эти финансовые потоки. Было озвучено три разных подхода. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиулина предложила и дальше продолжить накапливать средства на счетах, а заодно увеличить порог с 7% ВВП. Глава Минэкономеразвития Максим Орешкин высказал предложение покупать иностранные ценные бумаги и развивать зарубежные проекты, кредитую покупателей российской продукции, прежде всего, энергетического сектора, а также организовать производство и сервисные центры за границей. Эту идею очень одобрили представители Международного валютного фонда. Также в пользу иностранных инвестиций, как более выгодных высказались и эксперты Высшей школы экономики. Третью концепцию высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. В соответствии с его предложениями, средства ФНБ следовало складывать в инфраструктурные проекты в самой России. И, наконец, можно упомянуть предложение главы счетной палаты Алексея Кудрина направить деньги из резервного фонда на прямую поддержку бедных россиян, чтобы остановить рост числа малоимущих. Но вот сколько в этом предложении одного из самых видных системных либералов было конкретики, а все-таки победил третий государственнический подход. Президент Путин попросил представить ему инвестиционные проекты с тем, чтобы их без промедления запустить. Прошу правительства в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты. И при этом, конечно, нужно говорить о том, чтобы проекты были эффективны, окупаемы и востребованы бизнесом, экономикой и регионами Российской Федерации. Итак, попытаемся представить, что это могут быть за проекты, и как конкретно будет выглядеть государственное инвестирование. Прежде всего, следует учитывать, что ФНБ не будет полностью брать на себя всю финансовую нагрузку по каждому проекту. Из пояснительной записки Министерства Финансов следует, что доля вложений фонда не должна будет превышать 20%, а доходность ФНБ от вложений в инфраструктурные проекты должна быть не ниже, чем доходность государственных ценных бумаг за тот же временной период. Иначе говоря, по этим строгим критериям подойдет далеко не всякий проект. Какие могут им соответствовать, легко увидеть на реальных примерах. Так, ФНБ уже выступил в качестве соинвестора в нескольких крупных стройках. Например, компания Сибур при финансовой поддержке фонда запустила Запсиб нефтехим, расположенный в Тобольске нефтехимический комбинат мощностью в 2,2 миллиона тонн продукции в год. В проекте участвовало свыше сотни отечественных компаний-подрядчиков. Объем государственного соинвестирования оценивается в 1,75 миллиарда долларов. Также Фонд национального благосостояния активно поучаствовал в запуске амбициозного проекта Ямал-СПЭГа. Был построен завод по сжижению газа мощностью в 16,5 миллиона тонн в год и морской порт для его отгрузки танкерами на рынке Юго-Восточной Азии, в Японию, Вьетнам, Индию. Доля инвестиций ФНБ составила 2,3 миллиарда долларов. Однако интерес управляющих фонда не исчерпывается только энергетическим сектором. Еще 150 миллиардов рублей было вложено в строительство центральной кольцевой автомобильной дороги. ЦКАД представляет собой платную альтернативу Московскому Малому Кольцу и призвано разгрузить и оптимизировать дорожный трафик в столице России и Московской области. Итак, на основе предыдущего опыта можно предположить, что средства ФНБ пойдут в развитие энергетических и транспортных проектов на основе принципа государственно-частного партнерства. Также крайне приветствовалось бы направление их в сектор промышленного производства с целью реализации задачи дальнейшего импортозамещения. Ситуация этому благоприятствует. Благодаря выросшим нефтяным котировкам, в месяц Россия сможет получать от 200 до 250 миллиардов рублей сверхдоходов. Пора бы уже нефтедолларом поработать и на нашу страну.